Добрый день. На эту пресс-конференцию мы собрались после того, как мне стало известно из пресс-конференции господина Мараря о том, что в украинском реестре моей компании Алены Сташевской произошли изменения, что были внесены в качестве бенефициара некие третьи лица. Я срочно связался со своим бухгалтером и она тут же запросила государственный реестр Украины, выписку моей компании Jet Business Limited, где я являюсь 100% акционером. В результате чего я узнал, что вчера 05.01.21 в 16.07 были через частного нотариуса Колесник ООО в городе Киеве были внесены изменения. И в качестве бенефициара была зарегистрирована некая гражданка Кудюмова Светлана. Кто она такая, я ранее не знал, но со слов господина Мараря, это жена генерального прокурора Стойнобла. Я связался также, я взял также выписку другой компании, в которой единоличным собственником является Алена Сташевская. В ней также вчера 05.01.2021 года в 16.05.56 за полторы минуты до внесения изменений в реестр моей компании были внесены тем же частным нотариусом Колесником ООО город Киев изменения, где также были внесены в качестве бенефициара компании та же гражданка Кудюмова Светлана. Сегодня же я обратился в Государственное бюро расследования Украины с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые 05.01.2021 года в 16.07 без моего ведома и согласия внесли изменения в государственный реестр юридических лиц Украины. Поэтому, если не сегодня мои адвокаты не успеют, то в понедельник оно уже будет внесено в единый государственный реестр уголовных дел Украины. И мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы лица, причастные к данному преступлению, были привлечены, строго привлечены к уголовной ответственности. Но, к сожалению, эти лица имеют заказчиков в Республике Молдова. Заказчикам данного преступления, единственной целью которой является дискредитация генерального прокурора Стоиногла и создание невозможности им расследовать кражу миллиарда, единственными заинтересантами в данном случае являются господин Плохотнюк и господин Мораль. Не без покровительства неких политических сил. Какие это политические силы? И чьи уши за этим стоят? Я думаю, скоро они себя выявят и проявят. И мы наглядно увидим, кто реальные заказчики и через кого господин Плохотнюк и Мораль пытаются спасти свою шкуру. Уважаемые господа, данные компании не осуществляли свою деятельность с момента создания. Они ничего не делали. Они являлись 4 года назад акционерами Молдинкомбанка. У них акции забрали, ничего не вернули. Компании пустышки, компании в предбанкротном состоянии. Мы собирались их ликвидировать. То, что вчера были изменения в компаниях, пустышках, которые являются в предбанкротном состоянии, не имеет никакого экономического смысла. Сделаны с единственной целью. Дискредитации Генеральной прокуратуры и меня в том числе. Я понимаю, для чего это делается. И все разумные люди понимают. Хочу заметить или обратить внимание на периодичность. Вчера сливаются фейковые новости с моей записи. С записями моих разговоров. Далее, одновременно, в городе Киеве проводятся изменения. Вчера же вечером господин Морай заказывает конференцию в данном зале, в агентстве ИПН. Заранее зная, что такие изменения будут проведены. Выходят на пресс-конференцию сегодня в 12.30 и тут же выходят в передачу к господину Козеру на журнал ТВ. Все эти действия синхронизированы и управляются с одного центра. Уверен, в ближайшем будущем мы увидим реакцию политиков, которые также в этом участвуют и за этим стоят. Кто это? Я пока не знаю, но мы обязательно это увидим. Я рассчитываю, что провожительные органы Республики Молдова дадут оценку данной наглой циничной провокации, дадут оценку действия людей, которые это сделали, а конкретно господину Морарию, господину Плохотнику и связанными с них лицами, потому что такого наглого, беспрецедентного давления на следствие эта страна еще не знала. Так беспардонно фальсифицировать реестры для того, чтобы опорочить орган уголовного преследования и заставить его защищаться, а не нападать и не привлекать к уголовной ответственности лиц, эта страна еще не знала. Хочу ответственно заявить, что такие изменения в реестр можно осуществить на любую фамилию. От уборщицы до президента. Совершенно нас не должно удивлять, что такие изменения могут быть внесены в отношении любого лица в течение 30 минут, в любой реестр, иностранный реестр. К сожалению, на Украине так похищаются компании. При договоренности с нотариусами туда можно внести любые-любые изменения, в том числе и изменения собственников. Поэтому для Украины это частый случай. Абсолютно частый. И это не должно никого удивлять. Но для всех разумных людей становится понятно, насколько сегодня находятся в агонии, плохотнюк и мораль, что прибегают даже к таким грязным методам, которые очень быстро будут расследованы и проявлены недобросовестность, которая была применена при данных действиях. Я считаю, что сегодня надо дать оценку подобным действиям, очень жесткую оценку подобным действиям, потому что если не пресечь подобные провокации, то наша страна просто войдет в хаос. Когда господин мораль подобными методами давит на меня, как на потерпевшего в его уголовном деле, это должно быть как-то квалифицировано. На ближайшем же заседании суда по делу господина моряря я буду требовать его изоляции от общества, потому что подобные действия – это воздействие на потерпевшую сторону. Я в ближайшее время подключу все свои возможности на Украине, чтобы вывести на чистую воду людей, которые на Украине это сделали. Я знаю, кто это. Это те же люди, это мои бывшие адвокаты, господин Лыч и господин Чуйко, которые вошли в сговор с господином Плохотнюком еще в 2016 году, и которые совместно с господином Плохотнюком похитили денежные средства, находящиеся на подконтрольной моей компании в Молденьком банке в размере 2 миллионов долларов. Эти же люди и регистрировали в 2012 году эти компании, и эти же люди сегодня провернули эту операцию по заказу моряря и Плохотнюка. Я думаю, что в ближайшее время мы получим результаты расследования на Украине по данной провокации. Если можно, теперь мои адвокаты тоже выступят и выскажутся. Адвокат Боднарюк Александр. Мы хотели обратить внимание общественности на то, что в данном случае мы видим, что изменения в реестр были внесены вчера в 16.07, в 17.07.05. Верил Морайр заказал пресс-конференцию тоже вчера. Соответственно, данный человек тем самым выдал сам себя. Только он знал о том, что эти изменения внесены, либо будут внесены, заказав эту пресс-конференцию, озвучив это все сегодня. Единственной целью данной провокации это очернение имени генерального прокурора, а также желание Верила Морайря уйти от уголовной ответственности за все те преступления, которые он совершил в период, когда был Плохотнюк был у власти и контролировал абсолютно все в данной стране. Мы надеемся, что юстиция у нас уже стала достаточно свободной, чтобы не подвергаться такого рода манипуляциям со стороны лиц, подобных Верилу Морайрю, и даст в конце концов в виде приговора объективную оценку его действиям и деяниям, которые он совершил. Действительно, Вячеслав Платон является потерпевшим по уголовному делу в отношении Верила Морайря, и данное преступление, которое было совершено, и мы подозреваем, у нас есть разумные подозрения о том, что он это сделал, либо лица, с кем он контактирует и согласовывает действия, это сделали, мы думаем, что это является реальным давлением на стороны процесса. Человек не сделал никаких абсолютно выводов, когда суд ему дал возможность находиться дома на весь период рассмотрения дела, продолжает действовать способами, к которым он привык в период плохотнюка. Я думаю, что человек общественно опасен, и его нужно изолировать от общества. Мы все адвокаты, кто участвовали по данным делам, знаем. Многие адвокаты, по многим делам, которые участвовали в прокуратуре антикоррупции, в тот период знают о том, что все дела, где имел интерес Владимир Плохотнюк, велись и контролировались Андреаной Бетишуэр и Верилом Морайрёром. Лично нам многие достаточно порядочные прокуроры, которые еще есть в системе, еще в тот период говорили, что у них в процедуре они участвуют по делу, а на самом деле они доступ к делу не имеют, фигурируя в нем формально и идя только в суд на арест, либо на продление ареста, а все материалы дела заперты в кабинете Владриана Бетишуэр, которые имеют к ним исключительный доступ. все лица, которые закрывались по этим делам прокуратуры антикоррупции, были приведены в кабинет Бетишуэр, которая взамен на показания на Платона гарантировала им освобождение, то есть не применение ареста в отношении них. В случае их отказа люди арестовывались и содержались в пенитенциарных учреждениях, без какой-либо вины. После шести месяцев года некоторые дела прекращались, перед ними даже не извинялись. Вот это способы, которыми они действовали и находясь уже, как он нам сказал в своей пресс-конференции, экс-бывший прокурор антикоррупции, или как он, приостановленный. Его действия были, им дадут оценку судей. И мы посмотрим, кто бывший и где он будет в дальнейшем. Одну секундочку. Я единственное хотел бы показать общественности то, что господин Марат скрыл на своей пресс-конференции. Компания Verlock Development Incorporation Украина. Значит, участник, учредитель, стопроцентный, Сташевская Алена Петровна. Сделаны изменения на Курдову Тветана. Изменения сделаны вчера 05-01-2001 года. В 16 часов 05 минут 56 секунд. Частный нотариус Колесник ОО. Следующая компания. Джет Бизнес Лимитед. Учредитель Платон Вячеслав Миколаевич. Изменения Курдова-Тветана Молдова Сделаны Сделаны 05-01-2001 года. Вчера В 16 часов 07 минут 02 секунды. То есть С разницей В 1 минуту 6 секунд. Вот. И тут же господин Мораль получает эти документы и делает пресс-конференцию. Вы извините, но таких дебилов, которые даже неделю не подождали, чтобы показать, что они якобы что-то искали, что-то нашли, еще поискать надо. Вот так они при Плохотнюке и материалы дела все фальсифицировали. Ну дебилы, ну доль по-другому просто не скажешь. Они даже сфальсифицировать нормально ничего не умеют. Вот, к сожалению, такие вот у нас были экс-прокуроры или приостановленные прокуроры. По ним тюрьма плачет. Дешево и сердито. Абокат Иоанн Крецун. Врэу, в первую рамку, сэм 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 Блатон Вечислав, referтор на 2 млн. кое-что у нас сэм сэм ка сфер инцелес, кэн ау авут лок алижи парламентарии в 2019, чар дупо алижи парламентарии по 26 februарии 2019, в ажи манер а а фост фальсификат и а фост фальсификат о прокуре при нуме декатре иараши авокат фошти авокати алижи Платон Вечислав дин Украина, каре ау винит пи 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 млдова и ау фост на партиду чар партиду демократ а пи дин млдов мкб млддин конбанк ау страз 2 млн доларе а а а а у млд пи а чар 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 ъ И сейчас мы видим, что так же. Так же, в таком случае, компаниями и другие люди. Но тогда они прокололись. Да. Тогда у них IP-адресы... IP-адресы были использованы на партии Демократа, для защиты международного финансирования. И сейчас, в этот момент, мы видим, что в таком случае, они продолжают. Но, опять-таки, я хочу обратить внимание к этому поводу, для того, чтобы быть в менте, чуть-чуть, для того, чтобы понять, кто-то интересует в таком случае, для того, чтобы прокурор-генератор, и именно, Владимир Плакатниук, который получил миллиардов и Виорель Морал, который не был раз на респондение по Владимир Плакатниук. И именно, потому что что, 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 отчет вещество, 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 а вещество, а подвес урмария пенала и асконс, а фальсификает пробиле. И обе персоани урмеют за фитраться на респондение пенала. Де че continue в аша манера ка с дискредитизм прокурор-генерал? Омени буни, не а фаст, в тости эти ани, не а фасты, не а фасты, не а фальсифика в кауза пеналу приведу фрауда банкар. Аккума, деаја, кэн сунт прокурори 2020, никого не уехал на аудиторию, не уехал, ни уехал, никого не уехал. Но сейчас, когда прокурори вызывают все люди которые участвуют, и находятся в большей части, уже эти люди с тем, и continuают с участвовать, с участвовать в различные действия, только для публики, чтобы не было кредит, и чтобы не было кредит. Омные бани, логика, гандиți, cine истинный интересный, что вы хотите принять это? Дайте, чтобы прокурор, чтобы сделать, чтобы сделать, чтобы сделать, не как улучшат по теме Виурел Морак, но сейчас, чтобы сделать. И мы видим, в конце концов, что результат. Но сейчас, при ассимея, провокирования, при схеме, администратор, бенефициар, как и у нас есть пример, в том числе, в том числе, эти 2 миллиона. В том числе, 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 и я думаю, что каждый будет думать, кто-то интересен в это. Еще раз хочу отметить, что, подобную наглую выходку, господин Морак, не мог бы совершить без поддержки сверху, без одобрения политиков. И, скорее всего, данная история будет иметь продолжение. И мы четко увидим, с кем он это координировал, кто держит так называемую ему крышу, и для чего это, в конечном итоге, делалось. Так что запасаемся по корнам и смотрим. Вы знаете, это полный фейк, и сначала я подумал, что это фейк. По поводу так называемого ландромата, который был вчера, пленки, некие пленки, которые были опубликованы вчера с такой помпой с журналом. Журнал, который сейчас стал сливным бочком Плохотнюка. Раньше все это выходило на публике, на прайме, но теперь поменялись местами. Если вы помните, раз в квартал на публике выходились какие-то записи мои, что я банковскую систему хочу разрушить, что я там разговариваю с какими-то чиновниками из России, еще. Много-много чего. Всегда выходили какие-то записи. Сейчас публика уже перестала их публиковать. Взялся журнал МД. Надо сказать, что журнал МД в последнее время очень сильно изменил свою редакционную политику. Прежде всего, почему-то он отдал все свое рекламное время эксклюзивно касса медиа Плохотнюку. Рейтинговая компания NGB, кажется, Плохотнюка выставляет им завышенные рейтинги по отношению к всеми другими каналами. Все аналитики программ аналитического свойства все ушли сейчас на каникулы. Только журнал остался и, как я понимаю, остался для комментариев, ожидая вот эти провокационные действия Мораля и Плохотнюка, чтобы их как сенсацию преподнести. Понятно, что они уже работают по лекалам и схемам Плохотнюка. Они заменили под собой публику и действуют в отношении нее. Заметьте одну такую вещь. сегодня же господин Мораль будет на журнале. То есть это все было срежиссировано и вчерашние пленки, сегодняшние изменения, сегодняшняя конференция, козер. Это все звенья одной цепи. И все это контролируется Плохотнюком. Я вас уверяю. Далее. По поводу публикации. Чистый фейк, который Плохотнюк умеет делать кто у него программист я не знаю. Сначала послушав данные пленки я подумал что это провокация в отношении Гриншпуна. Потому что если послушать их то там только подтверждается что все это чистое, легальное, честное. И почему эти ребята пытаются из этого сделать какой-то ажиотаж эйфорию, истерику я не понимаю. Но я очень прошу господина Козера если у него еще осталось хоть какое-то чувство совести, ответственности перед своими слушателями, телезрителями спросить господина Мораря по поводу так называемого дела Лондрома. А почему он в течение шести лет не предъявил мне обвинения по Лондромату? Почему? Вот шесть лет прошло он был в различных должностях в том числе четыре года в должности руководителя прокуратуры по антикоррупции. Почему он меня не допросил ни разу? ни разу он меня не допросил. Никто меня не допрашивал по данному делу. Почему? И где все люди которых он арестовывал, которых выбивал показания против меня, которые по полгода по году сидели, а потом он их отпускал? Вот эти вопросы надо задавать господину Козеру, господину Морарю. И слушать эти пленки, хотя они фейковые, даже в этом фейке видно, что все легально. Абсолютно легально. Не Евросоюз это не интересует, не Россию не интересует, это интересует только господина Мораря, Козера и некоторых политиков, которые хотят использовать. Я вам скажу честно, я уже думал написать явку с повинной, чтобы у прокуратуры было хоть какое-то основание предъявить мне обвинение и отправить дело в суд. В суде я от нее откажусь, так и выставлю на посмешище всех этих, ну, с позволения сказать, неучей, которые постоянно спекулируют этой темы. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что государство мне тогда возместит ущерб за вот это уголовное преследование. А я не хочу сегодня взыскивать с этого бедного государства, которого они грабили столько лет. Поэтому я предлагаю все, кто орет по поводу ландромата, у которых сердце болит за это дело, скинуться по тысяче долларов, задепонировать их в казначействе Министерства финансов для возмещения мне ущерба. И я напишу явку с повинной, чтобы прокуратура имела хоть какие-то возможности меня привлечь к уголовной ответственности по данным делом. Хоть формальные возможности. А в суде я от нее откажусь. И эти денежные средства, которые они собирают, пойдут мне в возмещение ущерба, чтобы государство не страдало. И мы удовлетворим жаждущих и закроем эту тему, коль скоро так кому-то это интересно и нужно. Мне никаких проблем, я поиграю в эти кошки и мышки. Эта игра, конечно, будет для дураков, но что же делать, если дураки хотят удовлетворения. Никаких проблем. Да, это, Если мне позволить, я помню, два года назад, как и в качестве, Владимир Плакатниук устраивался на все самые важные моменты. В том числе, 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 в том числе. Говорит что. Говорит что-то, что-то будет нам проблематизация более важная, для чего-то расти для того, чтобы обликаться в качестве, и подъемного неприятного банчата. Принято, в таком части sogar, в таком случае, в таком дискредитом, такой – да, в таком случае, Продолжение следует... ...a fraudei bancarii. De ce? Dați să... Iarăși revin la ceea, ca să gândim logic și bine, la rece, care este scopul discreditării și care este scopul aruncării cu atâta noroi în procuratură. Cine? În cui interes? Gândiți-vă bine pentru că cineva stă în spate și se redie pentru toți care nu gândesc și nu vreau să înțeleagă cine cu ce scop se face. Nu știu. ... 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